Сегодня мы будем говорить о ученом Аль-Авзай, который жил в 88-м году по хиджри и умер в 157-м году. Это будет 707-й год и также смерть получается 774-й год. Этот ученый родился недалеко от Димашка, Баалабак, и вырос в селении Бека. А после этого переехал в Димашк, а потом уже в Бейрут. И там он как бы рибат делал, то есть охранял границы ислама. По-другому сказать, защищал ислам, воевал на пути Всевышнего Аллаха. То есть тот, кто охраняет границы ислама, он тоже как муджаид. И он был из этих людей. Здесь, если мы посмотрим, Аузай, Ауза, что значит? Ауза — это одно из племян арабских племен, которые расположились неподалеку от Димашка. В последующем он получил, как бы сказать так, прозвище. И так он стал известный как Ауза и полное, если посмотрим имя. Абдурахман ибн Амур ибн Юхмид. Скорее всего, Юхмид. Яхмид Юхмид. Аля Ауза и... Этот человек, этот ученый, он был очень-очень высокой степени в истории ислама. Чтоб было нам всем понятно, все мы знаем, кто такой имам Шафии, имам Малик, Ахмад Нухамбаль, Абу Ханифа. Эти люди построили школу. Школу, да? И все, кто-то того или иного есть, мне не придерживаешься, ты придерживаешься одного из этих мазхабов в целом, да? Но также есть и другие мазхабы. И Ауза был та личность, у которого был свой мазхаб также. Если можно по-другому сказать, он будет пускай пятый мазхаб или шестый, потому что много мазхабов было помимо четырех мазхабов. Просто эти мазхабы, они не были так, не смогли распространиться, и не было последователей так, как было за теми имамами, которые мы уже упомянули. Значит, имам Ауза имел мазхаб, имам Нау и сказал, Аглюшам, это получается Сирия, да, это территория. Магриб, это получается Марокко, и также в другом месте Андалуз и Испания, часть Франции. Аля мазхабихи, то есть на мазхаби Аузаи, до того, пока не пришел туда мазхаб Маликитов. Значит, мазхаб Аузаи был в какой-то промежуток времени в Шаме и в Магрибе. И после этого пришел мазхаб Маликитов, в какой-то местности шафиитов. Отсюда также это сказал имам Захаби и ибну Кафир. Значит, мы видим степень этой личности. Кто он был? Он был, оказывается, основатель мазхаба. Просто он, этот мазхаб, не распространился, дальше не пошел. Однако его высказывания есть. В книгах упоминаются его ичтихадаты, отдельные ичтихадаты. Значит, мы только можем наблюдать его ичтихадаты, взгляды. И мы сегодня поговорим, какие взгляды у него были. Фикхи отдельно возьмем некоторые мнения его интересные тоже с собой. Что касается высказываний или что приводится в его адрес, кем он был, давайте посмотрим. Сказал Убайда Тубна Усман, он говорит Сейши Сават. Тот, кто посмотрит на Аузаи, тому достаточно. Достаточно что? Чего? Он говорит, ты увидишь следы или по внешнему виду человека, Абида, того человека, который поклоняется Господу миров. То есть по внешности ты видишь вот это Абды. И потом говорит, и он постоянно выставил его молитвы. И когда на него смотришь, в тот момент, когда он молится, как будто бы Джейсом тело без души. Столб стоит, столб не двигается, он постоянно ровно стоит. А человек, когда молится, он немного покачивается, одну ногу поднимет, вторую устанет. Да? Он говорит, это как будто было тело без души. То есть настолько он смиренно стоял. Также из высказываний Омейра им. Афан говорит, мне сообщила мать, я зашла к Аузаи и увидела, что там коврик, на котором молится, и сказала жене Аузаи, наверняка там след на коврике. Маленький ребенок нагадил, да, или справил свою нужду. И здесь мать сказала, мать сказала Аузаи, заплакала и сказала, это слезы Аузаи. То есть Аузаи, когда плакал, настолько плакал, что коврик намокал. Дальше следующее высказывание Охба. Он сказал, мы не видели человека, который принимает истину так быстро, как Аузаи. Вот какая бы истина ни пришла, он сразу ее принимает. Очень быстро говорит. Ибнук Асир сказал следующие слова. Аузаи Шам сильно возвеличивал. Жители Шама, они его сильно любили. Настолько, что даже если султан, правитель, хотел бы его убить, то подчиненные сказали бы, не делай этого. А иначе, то есть он такой в высокой степени, если он кому-то прикажет убить тебя, они тебя убьют. То есть настолько он был уважаемый, этот человек. Аббас Ибн-Урвалид Ибн-Мазед сказал, я сказал своему отцу, Аузаи знал ли Кур'ан наизусть? И он ему говорит, да, а разве есть что-то или то, чего не знает Аузаи наизусть? Ибн-Урразиин сказал, Аузаи 25 лет делал фатфу, то есть он уже 25 лет давал фатфу. Ис-Хақ Ибн-Урагауэй говорит, если Суфьяну Саури, имам Малик, Аузаи, вот эти трое ученых, сойдутся, объединятся в одном мнении, то это сунна. Даже если не пришел довод, вот даже из-за этих слов, Ис-Хақ Ибн-Урагауэй, ну, некоторые ученые порицали. То есть опять заметим, Малик, Суфьяну Саури и Аузаи, если три ученых сошлись в одном мнении, объединились, то это сунна, даже если в Кур'ан сунна не пришло. Но здесь я в комментарии, Из-Хақ Ибн-Урагауэй сказал, Скорее всего, это будет сунна. Сто процентов нельзя такое сказать, но скорее всего, будет сунна. Значит, Бақи Атубин-Урагауэй говорит, мы людей испытывали с Аузаи. Тот, кто скажет за Аузаи хорошо, значит, он сахибу сунна. То есть он тот, который следует сунны. А если кто-то плохо скажет за Аузаи, значит, он заблудший человек. Абдурахман Ибн-Урагауэй сказал, знающие люди, в его времени четыре человека. Во времени Аузаи. Суфьян Саури в Куфе, Малик Бельхиджаз, Аузаи Шам и Хаммад Абн-Урагауэй Басра. Вот эти ученые времени Аузаи. Яхня Ибн-Урагауэй сказал, ученые, четыре ученых. Саури, Абу-Ханифа, Малик Аузаи. Науэй сказал, единогласное мнение ученых, то, что Аузаи один из самых знающих ученых ислама. Приводится высказывание от Абу Мархом Макки. Он сказал, я пришел к Аузаи и дал ему подарки. И Аузаи сказал, если ты хочешь от меня получить хадиса, то ты его не получишь. Почему? Потому что он ему дал подарок и так получится, что он как бы сделал такое вступление на подарок возьми и дай мне хадисы. Он говорит, а если ты хочешь получить хадисы, то возьми свой подарок. То есть такая степень, чтобы малейшего сомнения не заходило в сердце человека, чтобы он не искренне дал урок. Приводится также в преданиях то, что Аузаи никогда не смеялся так, чтобы были его десны видны, зубы все видны и не плакал. То есть прилюдно он этого не делал. Однако просто улыбался и стоял в ночную молитву. И мать заходила в квартиру, домой к нему комнату и смотрела места, то есть щупала, где мокрое место, чтобы понять, ну где находился Аузаи. Имеется в виду, он плакал и оставлял следы от слез, на коврике. Значит, это было вкратце относительно Аузаи. Что ученые сказали? Теперь давайте посмотрим, какого взгляда, какое отношение у Аузаи было к правителям. Это очень важно. Почему? Потому что знающие люди всегда этими испытаны, бывают правителями. Любой человек, личность, который в себе что-то несет, какую-то ценность, та личность, которая вокруг себя может собрать людей. Правители к ним относятся как бы особенно. И давайте посмотрим, какое отношение у Аузаи было к правителям. Аузаи говорит, «Если мне отрубят голову, для меня это будет любимее, чем я буду судьей». Эти же слова говорил Макхуль, то есть его шейх, такие же слова он говорил, лучше, чтобы мне отрубили голову, чем я был бы правителем. Абуз-Зура сказал Димашхи. Аузаи в дни, когда был правитель Язиид Ибн-Уль-Валид, в его дни предложили, чтобы Аузаи был судьей. Аузаи отказался, кроме как один день. Один день он посудил и потом попросил, чтобы его отпустили. Настолько, то есть получается, он почувствовал, что внутри происходит, за один день ему хватило, и он подал в отставку, если можно так сказать. В другом предании пришло, что один из ученых сказал, Аузаи предложили быть судьей, а он отказался. И один из спрашивающих говорит, как так? Ведь правители, если что-то захотят, они заставляют людей, чтобы этот человек сделал. И один из шейхов сказал, ученых сказал, он говорит, не, не, не так все дело. Аузаи слишком был в высокой степени, что правители не могли его заставить. Посмотрим, какое у него было отношение. Когда Абу Джафару, Аль-Мансуру, он зашел, поговорив с ним, и когда уже уходил, ему дали одежду, и он не одел черную одежду. Хоть Абу Джафар, правитель, хотел, чтобы он одел черную одежду. Однако Аузаи этого не сделал. И Абу Джафар, правитель, послал человека за ним и сказал, спроси у него, почему он не одел черную одежду, ведь я этого хотел. Он говорит, а зачем я буду одевать черную одежду, если черную одежду не делают, не одевают на свадьбе, если черную одежду не одевают, когда человека хоронят, кафан, не заворачивают, черную одежду. Если человек и храм, когда хаджик делает, он тоже не одевает черную одежду, так зачем не одевать черную, говорит. То есть, заметим здесь, правитель хочет, его это не касается, не безразличие, что ты хочешь, я буду одевать то, что я хочу, вот что хочет Аузаи сказать. Следующее из интересных событий, которые произошло Аузаи с правителем, то также Абу Джафар Аль Мансур проводится то, что римляне взяли плен мусульман, и в тот период времени правитель, римлян, он всегда обменивался, то есть, заложников, мусульман, которые были взяты, он готов был обменяться за деньги или за их заложников. И Абу Джафар Мансур не хотел этого делать. И эта информация дошла до Аузаи. И Аузаи пишет письмо правителю. Письмо в себе вбирает напоминание, что он должен обменять до заложников, и чтобы мусульмане были освобождены. И одну из мыслей он сказал, очень такой интересной мысли, то, что посланник Аллаха сказал, я, хочу делать молитву, но когда слышу плач детей, то есть, стоит имам, и сзади мужчины, женщины, и у них дети бывают. И он слышит дети, и чтобы не напрягать сердца матерей, посланник делает больно детям, матерям, он беспокоился за исламскую ум, он беспокоился за исламскую ум, как не в молитве, так же и в молитве. Хоть молитва это столб ислама, все равно он заботился о мусульман, о детях, о женщинах. И здесь он этот хадис привел напоминанию Абу Джафару, и Абу Джафар послушался Советом Мансу Аузай. Значит, здесь мы видим, какое было отношение у Аузай с правителями. Даже проводится то, что когда Аббасидское правление ушло, пришло Умауийское правление, вернее, Умауийское правление закончилось, потом пришло Аббасидское правление, здесь Абдуллай Сапфах известный несправедливый правитель, который убивал много людей. И когда он с ним сел наедине, этот правитель Абдулла говорит ему, что ты скажешь за наш джихад? И Аузай говорит, все дела по намерениям. Потом правитель говорит, а что ты скажешь за ту кровь, которую мы пролили, то есть кровь была пролита, он говорит, нельзя убивать кроме трех случаев. Либо если человека убили, то родственники мстят, да, по шариату все устраивают, либо прелюбодей, либо если человек оставил религию. И потом он ему говорит, а что скажешь за имущество, которое мы взяли? И он говорит, если вы взяли имущество у людей, которые это имущество изначально этим людям харамное, то вы не можете брать харамное имущество, и для них оно харамное, и для вас оно харамное. А если вы взяли имущество, то, что у них халяльное, то есть она в основе для них халяль, то нельзя брать без права чужое имущество. Здесь, конечно, правитель заметил просто чистую справедливость. и он ему сказал, то есть предложил также быть судьей, и однако он отказался. Опять же, смотрите, идет полностью против правителя, не боится, и в конце он ему говорит, наверняка куда-то спешишь, хочешь идти, он говорит, да, люди ждут меня, то есть я должен помогать людям. Это такая была позиция по отношению к правителям у Аузаи. Опять же, я хочу заметить, это те халифы, те правители, которые судили по исламу. В конечном итоге, они защищали Кур'ан и Сунну. А что говорить сегодня те люди, которые не судят по исламу, но сегодня намного ближе имамы стараются быть к правителям, за них делают дуа, за них беспокоятся. В то время мы этого редко если можем увидеть, в целом мы видим обратное. Лау Мустан. Теперь давайте почитаем высказывание Аузаи, какие выражения, что он говорил Аузаи. Аузаи говорил следующие слова. Если появится беда и ученый не будет это порицать, то она становится как сунна. Поэтому беда нужно порицать. Также он сказал мы кружимся или мы ходим вокруг сунны. Где бы сунна не было, мы туда будем идти. То есть означает слепо следуем за посланником Аллаху Он говорит так же если до тебя дошло хадис от посланника Аллаха то никогда не говори по-другому потому что посланник Аллах говорит только от Всевышнего Аллаха. Также он говорит верующий говорит мало а делает много а лицемер говорит много а делает мало это современный мир когда много 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 болтаем но очень мало делаем также он сказал следующее слово если Всевышний Аллах захочет плохое народу то он откроет между ними спор и закроет дела братья мы сегодня спорим и мало делаем это признак того то что Аллах не желает нам хорошего если Всевышний Аллах захочет закрыть баракат альм то как сказать вот человек если Аллах делает ошибки на его языке это указывает что человек что-то неправильно делает когда человек не на правильном пути Всевышний Аллах посылает ошибки как бы указывает эти ошибки будет указывать на саму личность также он сказал тот кто будет побольше кияму лейль саэд то судный день у него легкий будет этот день то есть перед Всевышним Аллахом и также он сказал тот кто возьмет легкие мнения среди ученых тот вышел из ислама конечно понятное дело что не имеется ввиду кафиром стал но здесь он хочет сказать это очень опасно если тебе выгодно взять одно мнение там выгодно в другом мазаве третье мнение выгодно четвертом азове четвертое мнение там пятое мнение эти все мнения оно бывает выгодно для человека и он берет не из-за того что он увидел довод а из-за того что она ему выгодно поэтому здесь очень опасно играться эта игра уже с религией давайте посмотрим относительно книги то касательно книг которые написал аузаи то здесь приводится муснад аузаи только там спор идет кто же все-таки это написал сборник хадисов и следующая книга сияр аузаи эту книгу написал опровержение абу ханифы потом пришел абу юсуф написал опровержение аузаи потом пришел имам шафи сделал опровержение всем таймимам абу ханифы и аузаи и абу юсуф то замечаем если дать возможность говорить всем ученым то сколько взглядов можем увидеть человек одну книгу написал второе опровержение третье опровержение четверто опровержение и как-то вот столько взглядов мы видим это все ичтихали теперь давайте ознакомимся фик какой фик какие взгляды были у аузаи здесь я сейчас буду зачитывать какие взгляды были аузаи это интересно это вопрос фик что он придерживался он придерживался следующего он говорит следующее если на часа одна капля или немного на часа упадет в стакан то это стакан не становится на часом то есть это стакан чистый пока вода не изменится и не станет полностью на часа так же он говорит не обязательно делать намерение во время амавини и во время полного купания это так же придерживаться мазар абу ханифе так же он говорит можно то есть на часа того животного который можно кушать она не является то есть не является то есть является тохиром чистым это мнение также придерживаться малекийский взгляд и у хамбалитов тоже так же он говорит тот кто остался без одежды голым то есть ну так произошло человек голый как ему намаз делать он говорит он должен делать сидя не стоя а сидя то есть когда человек садится он уже как-то прикрывает свои части тела то есть он сжимается чтобы прикрыть себя он делает сидя и однако поклоны делает вот так нагинаясь немного да и последующим ему не нужно восполнять эти молитвы кунут кунут на утренний намаз кунут делать он говорит это сунна также он говорит то что тот кто вышел в путь харамный путь то ему разрешено сокращать совмещать как мазап абу ханифе также он сказал женщина у которой есть золото для украшения она золото для себя одела она должна закат платить с этого золота это абу ханиф взгляд тоже по мнению большинства ученых не нужно закат с этих денег платить с этого золота платить также он сказал можно закат тульфитр деньгами пост поз возместить и также он сказал бисмилля когда ты закалываешь животное бисмилля говорить не обязательно даже если специально оставил нормально то есть можно есть что касается взглядов акиды то абу ханиф мы чуть перешли на взгляды абу ханиф возвращаемся к Алзай у него взгляды в акиде посмотрим что он говорил мы и табиины то есть он хочет сказать взгляд салифов был на том что всевышний Аллах над аршем над аршем и мы веруем все то что пришло из сифат из качества всевышнего Аллаха заметим он говорит Аллах над аршем и как я неоднократно говорил если бы здесь имелось ввиду под этими словами всего лишь то что всевышний Аллах могущественный это указывает на мощь всевышнего Аллаха что Аллах превыше всего и слова над аршем это всего лишь пример для людей так сказано только эта мысль была бы в этих словах то тогда не было бы никогда разногласия между салифами с джагмитами джагмиты тоже эту мысль признавали это очень важная точка в этом вопросе также он сказал относительно амаль действия из имана и иман из действий то есть видим действия он ввел в иман также он сказал из высказывания его не сойдется любовь к усману и али кроме как в сердце верующего верующий человек только любит усмана и али то есть эти две личности произошел конфликт да в последующем да во время усмана потом во время али и последующем был конфликт и он говорит их любит верующий человек и усмана и али мы обязаны верить как бы верить что они из имамов любить их да теперь это было вкратце высказывание аузаи фикви лакэти и жизни его если мы посмотрим смерть аузаи то смерть аузаи она была собой интересна то есть как бы сказать странное можно на нее смотреть с разной стороны но там два взгляда что один из людей то есть он пошел как бы сказать в современном мире сауну да или в душевую пошли и его снаружи закрыл один человек одной из меня это его была жена то есть его жена закрыла его снаружи зачем чтобы он не заболел из-за ветра то есть она не хотела навредить ему он зашел внутрь в ванную скажем да в современном мире так и закрыл его там чтобы он не заболел или еще что-то и однако ему плохо стало он упал и умер и не смог открыть дверь то есть такая смерть получается ненамеренная конечно смерть но все же это было испытание и таким методом он умер он умер в ванной получается и его когда похоронили один из правителей пришел и сказал следующие слова я говорит тебя больше боялся чем боли боялся того кто мне поставил на том месте на то место которое я нахожусь то есть он был как бы скажем мэром одного из городов и он когда пришел к могиле вот такие фразы сказал то есть тот кто меня поставил на эту должность я его так не боюсь как тебя боялся он такие фразы сказал и здесь надо заметить то что джаназа да когда его вели похоронить за ним пошли четыре религии то есть мусульмане джаназа то есть его как бы провожали мусульмане иудеи христиане и тыпт это тоже как бы разветвление христианов то есть целом четыре направления четыре линии разных провожала его почему получилось так что христиане дело в том то что как приводится то что он был защитником христиан потому что он он действительно справедливости следовал да и так получилось справедливость была на стороне христиан и это указывает достоинство вот это исторический момент когда мусульмане защищали права хоть даже это будет против правителя и этот аним он против правителя шел даже в защиту христиан и он что сказал заметим что произошло христиане сделали бунт хотели делать переворот и это это было на джабль на горе любнан да на на горе они хотели сделать переворот на этой горе и тех тех кто хотел сделать переворот ауза говорит правителю накажи именно их тот кто хотел это сделать но не надо наказывать простых других жителей желая или приказывая чтобы их выселили с этой местности то есть правитель хотел всех выселить таким методом наказать и он говорит не нужно их выселять наказывать тех кто это хотел переворот сделать а те кто мирно жил оставь их замечаем как большой ученый идет против правителя в защиту христиан и поэтому его любили и уважали даже христиане иудеи в Аллаху Алим таким получается он был справедливым хоть это будет против него идти перед правителями это его не останавливало такой он был ученый набожный богобоязненный не боялся правителей не боялся сказать истину перед кем бы это ни было надеюсь какую-то пользу мы получили жюзаку мухайра и даму али хамни али 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 али